ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Шел старый какой-то фильм с Баталовым, такой черно-белый, а Женя там на качалке на какой-то была, и Саша быстро ее фотографирует. Ты не представляешь какой-то исторический кадр, когда величайший артист Баталов и рядом вот этот маленький ребенок, должен быть этот кадр для истории. И как-то просто Саша очень с большим уважением относился к нему. И когда эту премию вручал Баталов, то есть, соответственно, у меня вот это вот, то есть, вот какие-то такие, ну, как, непростые события, да, так наложились. Вот тогда вот, когда он мне вручал эту нюху, мне, конечно, тряслись руки, но я часто вспоминаю, говорить не могу, но тогда это было событие. Вот, поэтому вот так. И, конечно, еще вот ныне как бы вот живущая великая актриса, я считаю, Алла Демидова, которую я вот глубоко вообще уважаю, как-то вот мы так не знакомы. Один раз только когда Саше вручали премию, награду в Кремле, вот, и ей тогда вручали тоже, и она подошла и свой букет подарила мне. И у меня прям так слезы, потому что я, ну, как не поняла тогда вот этого. Ну, сейчас слышу, говорю, да, у меня голос дрожит. То есть, такие вещи тонкие, которые вот дорогого стоят. Дочь растет, похожа на папу вы характером? То есть, я слышала, что характер был очень такой волевой, очень иногда даже жесткий в какие-то моменты. Не, ну, Женечка-то да, да. Она такой отдельный персонаж, и потому что, ну, темперамент, безусловно, немой, потому что я так спокойный человек, на самом деле. Она такая, как папа, знаешь, что... Ах, да, это все, это я говорю, Женечка, на каких батарейках ты работаешь, я за тобой не успела. Вот это вот, это бесконечное какое-то движение, бесконечные какие-то разговоры, причем она сама говорит, сама отвечает, сама говорит, что надо, что не надо. То есть, она вот такая самодостаточная такая личность. Ну, ты в ней видишь своего супруга? Вот в ее характере даже? Вот мне это вот, бывает, говорят, вот взгляд. Я иногда вижу во взгляде, да, причем она, когда была Миша, она так смотрела, у меня прям так мурашки по коже, потому что вот что-то такая какая-то история. Не, ну, а что я говорю? Ну, как бы есть, видно, что она... Как думаешь, кем она будет у тебя? У тебя есть какая-то мечта? Ой, послушай, ты... Понимаешь, когда из детей пытаются, абсолютно бездарных детей пытаются вытащить на сцену, чтобы они плясали в каком-то известном детском ансамбле, да, потому что это вроде как и престижно, там... У тебя талантливая наверняка дочь, потому что... Она, да, но она талантливая, но она явно не балерина и, там, не модель, да. Она, понятно, что у нее есть какие-то такие... Актрисы. Актриса вряд ли, потому что у нее более такие командирские какие-то нотки, такие присланы. То есть она может быть режиссером, кстати, как дедушка. Почему нет, понимаешь? Потому что задатки эти я чувствую в ней, это есть. Какая волевая. Вот. Ну, да, вот как бы в памяти, опять же, Саши, но папы, говорил Даниловича. Вот. Она спрашивает про папу? Знаешь, дело в том, что... Она видит там по телевизору, там, когда еще постоянно... Ну, фотографии же все, то есть как бы это есть. И она знает, что я ей в свое время объяснила, что вот мы живем в одном царстве, государстве, а там другая жизнь, как бы. Ну, оттуда он любит и помнит и видит. Поэтому она знает, что иногда, конечно, она говорит, мам, я скучаю. Я говорю, ну, как, ну, все скучаем, я говорю, он это чувствует. Ну, как бы вот так, поэтому больше таких вопросов. Ты слышала, сейчас занимаешься астрологией, если я правильно понимаю это. Да, я пошла учиться к Павловичу в институт. Почему это? Вот, знаешь, у меня был вопрос, когда я об этом узнал, первый раз от тебя, что ты занимаешься астрологией. И не пытаешься ли ты как-то сейчас что-либо как-то себя предостеречь, наверное, от чего-то? Даже не так, а не пытаешься ли ты как-то найти какие-то ответы все-таки? Наверняка у тебя есть какие-то вопросы, которые ты никогда никому не можешь задать, ты их не спросишь, и ты пытаешься найти в них ответы. Ну, дело в том, что все люди, наверное, в течение жизни пытаются найти ответы на какие-то свои вопросы, да, просто каждый идет своим путем. А что касается астрологии, я давно увлекалась нумерологией, как-то меня все время это интересовало. Мы же с Сашей день рождения Жени выбирали по нумерологии, что-то там сидели с ним, высчитывали. В смысле, это как? День рождения, ты имеешь в виду, когда она родится? Ну, да, когда родится, как ее назвать, там, и так далее, поэтому. Вот, и меня давно это интересовало, влекло, но я знала, что там есть такая наука, и как все банально, там, периодически читала какие-то там характеристики в журналах популярных, но понимала, что ничего общего это с тобой лично не имеет, да. Ну, учитывая то, что это наука древняя, древнейшая, интереснейшая, ну, в общем, меня как-то влекло все время. И потом, где-то в одной компании мы сидели, и я там с приятельницей поделилась, и говорит, я бы хотела изучать. Она говорит, да давайте познакомимся с Павлом Павловичем. Глобой. Да, и как-то вот так вот она устроила эту встречу, мы с Павлом Павловичем встретились, там часа два с половиной, три, наверное, проболтали. Он задавал очень много вопросов таких, он такой человек же умнейший, с такими энциклопедическими знаниями, он такой ум такой пытливый. Я сначала не понимала, как, ну, в общем, долго мы с ним говорили, ну, и все, я приняла решение пойти учиться, потому что, несмотря на то, что он, там, 35 лет, да, в тот момент, ну, как бы, там, да, год назад был, и вроде как поздно чему-то учиться, вроде как уже возраст прошел, хотя... Ну, в 35 лет только можно как бы усовершенствовать, мне обязательно жить. Да, для меня, ну, в общем, это был как раз тот возраст, то время и такое стечение обстоятельств, когда, ну, каждая информация в свое время включается, вот у меня она включилась вот так, и мне захотелось именно в этот момент это сделать. Вот, но у нас в группе, там, очень много женщин, которые, там, медики, врачи серьезные, какие-то там... Женщины узнают тебя? Знают? Ну, да, о чем меня не знают? Как-то, ну, что-то спрашивают, нет? Вот обычно... Да нет, ну, а чем? Как говорят, что... Говорят, что тебя на улице даже, ну, как бы, узнают, подходят, там, как-то вот, что-то спросить. Не-не-не, меня, слава богу, не узнают на улице, слава богу, не подходят, и, как бы, вот, я этого очень, честно говоря, не хочу, это, как бы, одна из причин, почему я не люблю вообще где-то, чтобы камера была, какие-то там эти вещи, потому что это очень мешает жить, и я... Конечно, бедные те люди, которые такие публичные люди, которые все время должны как-то, вот, не знаю, там, соответствовать чему-то, постоянно вот быть под прицелом камеры, но нет, никакой личной жизни, да, то есть в больницу пойти не можешь, куда-то еще пойти не можешь, то есть какие-то такие необходимые вещи, это усложняет жизнь очень. Мне это, вот, например, вообще не нужно, мне это вообще крайне не хочется. А вот, скажи, знаешь, вот всегда, вот, пока вот были вместе, очень много есть счастливых, вот, видеомоментов, все вот, вот, состояние счастья, вот, по крайней мере, по нему это было видно, и, как многие говорят, ты, общая ваша знакомость, с которой я общался, что ты сделал его счастливым, родив ему ребенка, вот, когда он узнал, что у него будет дочка, вот. Ну, я надеюсь, что сейчас, Саша был счастлив и до рождения ребенка, но, конечно, с рождением ребенка мы счастливы были оба, да. У него было много девушек, очень много, все знают, все говорят, о которых любил, не любил, но ты единственная, которая родила ему ребенка, которая сделала его счастливым, и говорят, что вот за это он тебя очень сильно любил, это будет дорожил, ты ощущала вот это, чувствовала в ребенке? Наверное, он меня не только за это любил, за что-то еще, но, что касается рождения ребенка, это, наверное, какое-то, не знаю, что-то свыше дается людям, как-то вот чего-то, почему-то, потому что, как таковую ситуацию мы этого как-то не планировали, учитывая ритм жизни и все остальное, вот, просто... Ты была его поклонницей? Вот, посмотрите, ну, есть у вас какие-то любимые фильмы своего участия? Есть и нет, мне нравился другой артист, кто, не скажу. Почему, кто, кстати? Не скажу. Нет, у меня поклонницей его была подружка моя, когда я в Одессе еще жила, я очень нравилась Абдул как артист, я говорю, ну, как-то, говорю, ну, как-то вот, нравилась, я говорю, ну, ладно, говорю. И когда она потом уже узнала, что... Прошло очень много лет, и она узнала, что, там, я вышла за Сашу замуж, она звонит, говорит, ну, ты даешь, я говорю, а что? Ну, как-то это... Просто я как с артистом, ну, как-то... Почему свадьба была тайной? Потому что я помню, что многие журналисты искали, пытались найти место, выяснять, и никто не кололся. Все было настолько вот покрыто вот какую-то тайну, какой-то загадочностью такой. Да нет, тайны никакой не было, просто не было какого-то вот такого широкого, такой... А зачем? У нас были близкие друзья, там было человек 30, мы... А где отмечали, кстати? Ну, пришли в Центральный дом литератора, там посидели, как всегда. Как всегда, на такой... Ты была в белом платье, в фото? Нет, ну что, с ума сошел. Ну, я... Никто, что не видел фотографии эти? Нет, нет. Я же никто не видел эти фотографии. У меня никогда не было мечты в белом платье, в тюле, вот это вот как-то нет. Без тюля я была, я просто была в белой блузке, там, в каком-то костюме, я не помню. И нервничала? У тебя не было никогда такого ощущения, что вот... Когда девушка выходит замуж за обычного парня, ну, хороший, любит, счастье, а когда выходишь замуж за Александра Абдулова, это вот какое-то психологическое не было, вот какого-то вот, знаешь, страха, что ли, или как-то вот со мной это происходит? Или у вас это было, наоборот, ты абстрагировала все это, вот, любимый человек, ты его любишь, тебе не важно, кто он. Известный актер или просто Саша? Ну, понимаешь, вот такой вопрос, неважно. Как это неважно? Как бы, если бы он был, наверное, сантехником, наверное, я бы его не полюбила, потому что у нас был бы разный круг общения, там, разные, там, сферы деятельности, или какие-то разные точки соприкосновения, да, разные какие-то ощущения, там, об этой жизни. А, я вот, вот, честно говоря, я не понимаю, как отвечать на этот вопрос, я не знаю. Я имею в виду, не было того, у тебя вот ощущения, что вот, ну, понятно, что... У меня было ощущение естественности, комфорта общения, вот, там, я же с тобой сейчас сижу, разговариваю, я же не думаю, что, ой, это вот такой акмет, там, ведущий какой-то, я на телевидении, вот, я должна как-то умирать по этому поводу, понимаешь? То есть, когда ты с человеком общаешься, ты с ним общаешься, вот, как, безотносительно чего-то. Да, я тебя понял. Скажи мне такую вещь. Когда говорят, что Александр Гаврилович был очень эмоционально, очень вспыльчивый, и иногда бывает даже высокомерный. Дома какой он был? Он был такой же, как бы, вот, эмоционально, вспыльчивый, высокомерный? Или все это, опять же, говорят журналисты, которые не общались с ним, который... Он же вообще не любил журналистов, в принципе, именно желтых. Нет, послушай, Саша очень любил журналистов, но профессионалов журналистов. И очень много знакомых, которые работали там в приличных изданиях, никого не хочу обидеть, но... Вот, и он очень уважительно относился к этой профессии. Вот, он не любил непрофессионалов, да, и вот это, конечно, его жутко выводило из себя, как и любого там человека, который, ну, как-то сталкивается там по роду службы, или там работы с этим. Вот, поэтому... Вот. Скажи такую вещь. Молодая, красивая, стильная, холеная, очень модная. Я-то, да, очень модная. Мне кто-то позвонил, говорит, а вы не хотите участвовать там где-то, там, какие-то стильные Москвы? И я говорю, не-не, я не стильная нигде участвовать, я не хочу, и я не... Слушай, а как ты сама думаешь, ты допускаешь мысль, что ты еще раз можешь любиться, еще раз выйти замуж? Ты знаешь, что касается меня и вообще моей жизни, если ее так пронаблюдать, то я допускаю абсолютно все. Понимаешь, потому что, ну, во-первых, жизнь – это, это как всегда, случай, да? Вот, и это случай, поэтому что со мной будет дальше, я не знаю. Ну, в принципе, ты допускаешь такие мысли, что вполне возможно. Я не могу себя бить в грудь и кричать, что вот никогда в жизни, до конца своих дней, я там чего-то... Первое, как ты сейчас вот одна справляешься со всем, с этим большим домом, с квартирой, воспитываешь ребенка? Банальный вопрос, у этого шилиндара нужны деньги на это все, и понятно, что очень сложно. Ну, а как многие женщины в нашей стране одни справляются с своим хозяйством и с детьми? Вот я спрашиваю, как? Ну, вот, ну, не знаю, выйди на улицу, спроси у народа, как они справляются. Ну, как-то справляются, наверное. Ты не был желанием какой-то открыть бизнес, там, либо, может, какой-то фонд, не знаю, что-то, хоть, ну, как-то вот влиться в этот шоу-бизнес, в котором... Нет, вот это абсолютно не мой мир и не моя история, это вот, вот это вот все. Да, я скажу зрителям, что я тебя сюда звал сколько месяцев? Да, месяца три, наверное, просил, просил. Нет, ну, ты же понимаешь, что только исключительно из личного уважения, отношения я сюда пришла, потому что, ну, не мое, не люблю, не нравится мне, не хочу и так далее. Вот, поэтому уже бизнес нет, бизнесом я не пробовала заниматься, потому что бизнес – это тоже не мое направление. Вот мне сейчас комфортно дома, мне нравится заниматься, мне нравится учиться, мне нравится что-то там, вот сейчас надо думать, что ребенка куда-то надо, в какую-то школу, в детский сад куда-то, куда-то там, это надо все тоже анализировать, потому что сейчас странная история происходит в нашем образовании. В смысле ты имеешь в виду, что... Ну, вообще сейчас сложно ребенка отдать в хороший садик, потому что... Ну, я думаю, что при желании, при... Есть же какие-то хорошие знакомые, друзья же остались все-таки. Не, ну, можно, да, у нас тоже в деревне неплохой там садик есть. Тоже, кстати, очень хороший, почему нет? Говорили, что ты хотела дом продать, это правда? Этот дом я не хотела продать. Вот, это дача на Валдай, которая осталась после Саши, у них вдвоем с товарищем дом на поламутку, охотничий дом, да. Вот, его, как бы, мы пытаемся продать, потому что, когда Саша не осталось, соответственно, туда никто уже не ездит большими компаниями, там, на десяти машинах на пяти, там не устраиваются какие-то рыбалки, охоты и так далее, поэтому он не нужен. Вот, по поводу рыбалки, уже, ну, уже был тяжело болен, все. Зачем поехал на рыбалку тогда? Вот, последняя рыбалка, которую, что-то снимали, фотографировали. Да, какую-то там охоту в камышах сидели там, да. Уже же было, ну, тяжело, уже вот сложно. Нет, дело в том, что как раз в тот период, наоборот, ему было легче, потому что он себя лучше гораздо почувствовал. Ему нужно было поменять, ну, как, понимаешь, в Москве такой вот воздух, вот, как я говорю, вот я спускаюсь с самолета и чувствую, что он как-то вот серый какой-то вот себя прям так обволакивает. То есть это вот энергетика другая и так далее. Человек, который, тогда ему нужно было побыть наедине с собой, там, что-то осмыслить, да. Да, и хорошо бы было, я говорю, Саша, давай уедем из Москвы, там, съездим в Астрахань на рыбалку. Поехали, там, не знаю, там, на Камчатку, там, еще куда-то, еще куда-то, там, куча мест. На Алтай поехали. Ну, надо было менять атмосферу, обстановку. Но единственное, что он съездил, конечно, на рыбалку, а потом, куда ему уехать? У него же у нас дома, друзья и так далее, поэтому... Поездка в Израиль, она как-то вот какое-то облегчение принесла, вот в этот центр Баршева, по-моему, не мне Баршева, Шива. Так, все, давай это, прекратим эту тему с центрами, с больницами. Понимаешь, что, что говорить о том, что, допустим, произошло, да? Да, суть-то в одном, понимаешь, что человек начинает заниматься своим здоровьем, когда, в принципе, ему там сложно помочь. Вот, и суть-то в том, что он всегда работал и на себя внимания не обращал, да? То есть он... Ну, мне кажется, если бы не ты, как бы ты очень много сделал, по-моему, что ты, видимо, таскала, говорит, надо, надо, пойдем, посмотрим, там, не знаю, обследуемся. Ну, это просто, да, потому что, когда я уже увидела там какой-то там неправильный кашель, я поняла, что что-то происходит, но он же такой верит в чудеса, и он говорит, да все нормально, все нормально. Ну, в общем, потом как-то, если бы не случайность, это с его, ну, в общем, на съемках. В смысле случайность на съемках? Ну, в Балаклаве, когда мы снимали гиперболуид инженера Гарина, и у него, ему стало плохо, потому что у него, у него болел бок все время, и кто-то ему из там, из группы посоветовал там один препарат, более утоляющий. Я когда увидела, что он, пардон, жрет эти таблетки, я говорю, ты что делаешь-то? Он говорит, а это мне там сказали. Я говорю, послушай, а его там больше пяти таблеток вообще нельзя пить. Ну, это серьезный препарат, не буду сейчас говорить, как он называется. Вот, и на этом фоне у него случилась, как бы, ну, прободная язва, что ли, у него, вот, и случайно, опять же, какой-то случай, потому что оказался сумасшедший хирург рядом, как-то вот, опять же, у товарища знакомого в этом Севастополе, то есть, казалось бы, да, ну, сделали ему там операцию, это, ну, потом вернулись в Москву, соответственно, нужны были обследования. Операцию неправильно сделали? Нет, операция была гениально проведена, и все было замечательно, наоборот. То есть, опять, как бы, потому что, когда, Саша, там, давление с 40 на 50, и он, все, и там, мы его теряем, теряем, а тут, оказывается, еще не теряем. Тебе не кажется, прям какое-то, вот, такое мистическое проведение, пацана как-то вот пыталась вот спасти, вытащить как-то вот их? У него очень много чудес в жизни было, я могу сказать, каких-то вот таких вот случаев, которые его, да, действительно спасали, выводили куда-то, потому что, ну, как бы, всем известны истории про самолеты, когда он в один садился, потом выходил, пересаживался на другой, тот самолет разбивался там и так далее. У него, плюс ко всему, ты знаешь, он, я уже сейчас, когда устала там, как-то вот что-то, он умел строить себе такие вот, ну, как фантомы, что ли, допустим, какой-то вот образ он себе там придумает, говорит, вот так вот, если вот так вот, ну, допустим, что-то он очень сильно хочет, да, и этот образ уже начинал отдельно от него существовать. То есть, то есть, например, люди, о которых он думал, к нему сами приходили, то есть, как-то какие-то вещи, стечение обстоятельств было такое, что все это... Он обладал, наверное, какой-то очень сильной энергетикой такой. Нет, ну, то, что энергетика у Саши была колоссальная, это как бы тут никто отрицать не может, да, и вообще, если говорить о том, что о масштабе личности, да, то это не передадут никакие там, не знаю, книжки, заметки, воспоминания друзей, там, какие-то мои разговоры, еще чьи-то разговоры, да, потому что это может почувствовать только тот человек, который близко его знал, который с ним общался, потому что, да, тот случайно там где-то в ресторане увидел, сказал, а, там, Абдулов с друзьями там выпивал, понимаешь, а кто действительно Сашу знал, потому что это, помимо того, что там гениальный артист, да, ну, он вообще одаренный человек, он умный человек, он интересный человек, сумасшедшая энергетика, сумасшедшие харизмы. Он был романтиком, вот, в отношении с тобой? Какие-то, может, какие-то делать такие безумные поступки, какие-то подарки, не знаю, там... Про поступки, подарки ничего говорить не буду, секреты, потому что это всякие секретные... Просто у него, вот, на самом деле, у него такой взгляд... А то, что он романтик, это да, ну, а как можно быть не романтиком? Ну, какой-то такой лукавый, знаешь, такой вот, не то, что лукавый, он такой озорной взгляд, вот, всегда такой, был какой-то, вот, ты думаешь, вот, что же сейчас он сделает такое? Не, ну, всегда в жизни должна быть какая-то интрига, безусловно, там, что-то придумала, ну, а по-другому, ну, как он? Чем он тебя подкупил, вот, именно вот внутри, вот, что вот, что такое сделало, что... И ты же наверняка не можешь назвать ваши отношения любой с первого взгляда. Какие-то были поступки, слова, но... Честно говоря, я тебе как-то вот никогда анализировала с первого это, со второго... Нет, на самом деле, чем, что он такое сделал, что ты поняла, что, да, я хочу стать женой этого человека, я его люблю. А я не поняла, что я хочу стать женой этого человека, мы просто, когда сидели за столом, вот так вот разговаривали, и я знала, что я за него выйду замуж, у нас будет ребенок. Правда, я что-то себе решила, что это будет мальчик, ну, как-то у меня, но у меня в голове такая просто мысль промелькнула, а потом думаю, нет, ну, наверное, что-то это как-то... Нет, ну, потом так события развились, так все оно и сложилось. Не знаю, наверное, так у каждого человека происходит, ну, не у каждого, у многих, когда события... Тебя влекут события, а не ты их строишь события, да? Да? Многие люди, конечно, строят свою жизнь сами, там, складывают ситуацию удобную, еще там что-то. Ну, во сне все как-то вот случилось, как будто вас просто вели как-то вот. Нет, это абсолютно случай, это абсолютно такая вот, не знаю, какая-то вот такая стихия, которую в тот момент никто не анализировал, на самом деле. Что происходит, почему, зачем, для чего, таких вопросов-то не задавалось. Вот, а что касается вообще общения, да, вот у Абдул там характер, да нормальный у него характер. Ну, просто все слышали, видели, поняли. Вот, ну, не знаю, вот легче, чем Саше, ой, извините, опять вашу штучку какую-то тут задело. Микрофон. Микрофон, да, легче, чем с Саше общаться мне ни с кем не было, честно могу сказать, потому что настолько как-то вот на полутонах мы друг друга понимали, и все было так органично, что это не потому, что я сейчас говорю, что вот... Ну, он мог вспылить, подраться, как бы, ну, ну, так, поругаться. Ну, наверное, он когда-то там в детстве, молодости и дрался, и ругался. Ну, ругался, ну, а чего не ругаться-то, если есть причина, почему не поругаться? Нет, что касается быта и наших отношений, вот с ним очень было мне комфортно. Вот не задавались лишние вопросы какие-то, не было из-за пустяка там каких-то разборок у нас, ну, не знаю, вот, 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 как вот, то есть живешь, как дышишь, да? И почему когда вот сидели, он говорит, блин, говорит, вот настолько вот ощущение счастья, что страшно. То есть вот страх присутствовал, что вот как-то вот что-то, ты понимаешь, настолько все... Быстро шло, да? Все как-то быстро, все как-то вот, ну, как с тебя, да, ветер так понес, и ты понимаешь, что это вот настолько все складывается правильно и как-то вот, что это может скончиться. Ну, когда человек счастлив, ему всегда страшно, да, что будет потом. То есть ощущение, что это можешь потерять, ну, не знаю почему, ну, как-то так. Так, все, давай, все, мне сейчас это, я говорю, не могу больше. Ну, вот. Поэтому у меня мысль была, я тут с товарищем, с нашим, и говорю, что-то у меня... Появилась такая идея, говорю, написать какую-то... У Сажи все время было желание написать книжку «Разговор с отцом». Да, он как-то очень много лет ее там лелеял, себе эту идею, что вот... Это спросить про этот разговор, вот книгу об Абдулеве. Да, что как бы... Разговор с Абдулловым, не знаю, как... Ну, вот, что Саша хотел написать книжку «Разговор с отцом» и рассказать какие-то жизненные истории, которые у него происходят. Вот, ну, там, как бы папа был рад, если бы сейчас вот он узнал, что там, 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 чего-то. Вот. Ну, как-то у него эта идея все... Осталась идеей. Вот прошло время, и я думаю... Вот интересно, вот... Вот если написать, допустим, про Сашу книгу, да, вот не те, которые вышли там. Одна книжка вышла, когда там собрали все интервью всевозможные, которые Саша когда-либо за свою жизнь давал. Ну, и не в хронологическом порядке, просто так перемешиваю, все напечатали и выпустили под красивой обложкой. Вот. Ну, как бы, да, наверное, читатель там как-то что-то новое для себя узнал, но... Ты не хочешь написать книгу именно вот сама, как вот, ну, как жена? Просто вот как жили? Не вот эти все интервью, а вот именно вот просто обычным каким-то таким вот легким доступным языком. Вот ты знаешь, наверное, нет. Наверное, нет, потому что... Ну, опять же, это будет мое ощущение, мой взгляд на, как бы, на Сашу, да? А кто бы зачем-то его знал? А зачем? Ты понимаешь, в чем дело? Это будет, опять же, это будет, может быть, не он, а мое видение его. Так же, как и друзья дают интервью. Они же свое ощущение своего там... Про своего там Сашу говорят, понимаешь? Мне кажется, он с тобой был максимально открытым и максимально настоящим. Потому что мы-то все его видим образ его на экране. И мы... Ну, вот мне кажется, что ничего, кроме того, что видится на экране, вот больше не надо. Понимаешь? Зачем, зачем какие-то детали нужны? Вот для чего? Сейчас с тобой общаться. Только сейчас мне вот пришла такая мысль в голову, что ты вот живешь, ты знаешь, что будет. Вот такое ощущение, что ты, может, даже, может, не знаешь, ты как-то... Послушай, я всю жизнь живу, и я знаю, что будет. Ну, как мне так кажется, что будет. Ты сидишь, вот... Опять ваш микрофон, я к ним не привыкну. Ты сидишь, абсолютно уверена, я вот говорю, вот, ресторан, ну вот как же так, вот ты живешь одна, все. Ты сидишь, у тебя вот взгляд, и ты понимаешь, говори, говори, я знаю, что все будет хорошо. Я знаю. Вплоть, вот, мне кажется, до деталей даже, что будет вот так, вот так, вот так. Ну, не знаю, но меня так жизнь вела, у меня как-то все складывалось. Были, конечно, тяжелые моменты, еще какие-то, но как-то вот у меня всегда все складывалось так вот, как мне. Я думаю, что все будет хорошо. Почему ты волосы, почему-то подстриглась? У тебя были такие роскошные волосы. Я помню по всем фотографии. Ну, стриглась, подстриглась, не подстриглась, какая разница. Это растут. Перекрасимся в рыжий, еще в какой-нибудь. Как ты хочешь жить дальше? Я хочу жить с удовольствием и с ощущением счастья. Но это в себе надо как-то, наверное, вырастить, что ли. Не вырастить, а вырастить, как-то поддерживать. Потому что, знаешь, очень многое изменилось за это время. И вообще Саша внес в мою жизнь такую вот абсолютно новую, новое какое-то ощущение вот какого-то вот этого бытия. То есть меня перестали волновать какие-то такие вот материальные ценности, вот какие-то вот такие, серьезные. То есть я раньше очень там, в чем я одета, как я там чего-то. То есть я вот... И как-то потом стало все так просто. Мне очень комфортно в джинсах и в свитере. Мне комфортно сидеть там за столом с друзьями разговаривать. Я не люблю ночные клубы, я не люблю тусовки вот эти вот безумные. Ну слушай, ты наверняка же раньше как-то гуляла, отдыхала, что как-то русским языком, тусила наверняка же как-то. Ну вот слово тусить, это вообще не про меня. Не твое? Не, ну где-то, да, там с друзьями в ресторане, чего-то общаться. Не кажется, не... Обязательно с близкими людьми мне еще. До Абдулова была одна Юля, после Абдулова стала, мне кажется, другая Юля. Потому что, мне кажется, до Абдулова была какая-то такая... Как сказать-то правильно даже. Не, 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 ты что, веселая. Ну, ты была другая, мне кажется. Более такая, наверное, такая беззаботная, что ли, там, более такая как-то вот... Ну, я была беззаботная, я думала о том, что же я одену завтра, если я куда-то пойду, где же это купить. Какие-то такие примитивные какие-то вещи, которые меня так занимали почему-то очень. Кажется, ты всегда пользовалась большим вниманием мужчин, поэтому... Ну, это другой момент, кто-то там, чем, внимание, не внимание. Меня заботили другие вещи. Сейчас мне очень, знаешь, вот комфортно жить вот даже в тех, там, бытовых условиях, в которых я живу. Какие-то ощущения, что тебя любовь изменила немножко? У меня есть знание того, что я встретила человека, который изменил мою жизнь. Понимаешь? Ценности поменялись, как-то какие-то вещи поменялись. И все это вот... Сейчас, извини, что-то я... Вот, потому что прошло время, понимаешь. Я очень рада, что я пошла там заниматься астрологией, потому что это... Я там в ней нахожу очень много ответов на те вопросы, которые вот... Волнуют людей. Ну, она древнейшая наука, там, как бы, там очень... Очень все интересно, очень так все. Вот. Какие-то... Очень многие люди, кстати, через астрологию пришли даже к вере. Что вот казалось бы... Веришь в Бога? Казалось бы, я, ну, в какие-то высшие силы, высший разум, да, конечно, верю. Анатолий Гаврилович верил в Бога? Саша, да. Да, да. Он, правда, в каких-то моментах иногда противоречил этим вещам, но... Да, верил. Вот он же настоял, чтобы мы и Женьку крестили, и тогда, сука, было 4 месяца, по-моему. Ты не хотела, чтобы ее крестить? Нет, но я считала, что вот ребенок вырастет, он должен сам определиться, какая религия, какая там... То есть это выбор человека. Он говорит, ну, пусть она сама выбирает, но пока мы должны дать ей защиту. Это он настоял, чтобы мы в церкви ее крестили. Потому что, учитывая то, что она родилась в Навру с 21 марта, да, вот, и как бы у нас звонят там, из Баку звонят, еще там откуда-то. Юлим отмечаем Женькин день рождения там. Я говорю, ну, правильно, всей страной. Поэтому религия – это дело такое-то. Вера у каждого человека должна быть, потому что без этого жить нельзя. Потому что, ну, можно там, постоянно идет подмена каких-то понятий, там, добра и зла, да, и чем закончится-то, очень плохо закончится. Вот, не дай Бог оказаться на твоем месте, у меня был бы единственный вопрос. Почему так мало? Ну, почему так мало? Это вопрос… Это вот единственный вопрос. Он даже без ответа просто «почему так мало?» Это вопрос я себе так задала, да, почему так мало? Ну, наверное, еще можно разбираться с ответом долго. Да? Кто же знает. Так долго ждать, мне кажется, искать, даже не искать, просто неожиданно найти такого сильного человека, такую сильную, большую любовь, и быть такой счастливой, и вот в секунду потерять. Почему так мало? За что? Не знаю, будем думать. Будем искать ответы где-то там. Наверное, есть какие-то вещи в жизни, которые… Ну, что-то сверху-то происходит, наверное, как-то, не знаю. Конечно, у каждого человека есть выбор, можно что-то там менять в своей жизни, что-то там корректировать, правильно что-то выбирать, правильно как-то поступать. Он до последнего боролся? Все под Богом ходим, а? Он до последнего боролся? Он боролся вообще? Вот последние недели, последние месяцы или как-то уже… Ты знаешь, Саша, он же такой затейник-то большой был, поэтому он всегда верил в какие-то чудеса, и что они с ним происходят, должны происходить все время. И поэтому как-то вот… Ну, он думал про фильм, как будем монтировать, как что-то… Он не думал о том, что это может как-то… Это все может случиться, и что… Я думаю, он до последнего наделся, безусловно, так же, как и все мы. То есть это был какой-то такой временный сон, и знали, что все должно быть по-другому. Это некорректный вопрос. А что израильские врачи говорили? Они что-то обещали вообще? Потому что это же лучшие в мире считаются врачи, а не онкология. Нет, ну как, они сказали, что… Они же не обманывают никогда, не говорят, что… Да, они сказали 4-6 месяцев, и это все. Это можно вырезать. Что-то тебе все время тянет на какие-то эти медицинские показания. Я просто… Ну, куда ты говоришь, почему тянет? Потому что есть какие-то моменты… Знаешь, вот самое гениальное, что вообще можно сделать, да? Это там, допустим, не книги писать, да, это все равно мнение будет личное каждого, да, свое видение Саши и так далее. Оно будет необъективным, безусловно, потому что он может внутри себя чувствовать абсолютно другим человеком, никто же не знает. Да, и сейчас никто… Если вот он сам про себя что-то расскажет, там будет, наверное, там 55% правды, потому что там всегда за текстом, за кадром что-то остается, безусловно. А самое гениальное? Самое гениальное – это вот, ну вот кто бы нашелся, не знаю, потому что как-то вот я… Собрать все его работы в кино, да, все работы в театре, какие-то эти, вот это просто и творческий путь человека виден, да? Ты имеешь в виду, что записать на диск? Или как… Ну, можешь записать… Нет, 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 я имею в виду, чтобы это был какой-то фильм, или это чтобы как-то была там нарезка какая-то, или вот, ну, ты имеешь в виду, чтобы это, ну, для всех было как-то вот… Ну, конечно. Чтобы это издали как-то, или чтобы это было как-то вот для твоего личного пользования? Ну, для личного пользования у меня там… У тебя же архив, наверное, по-немаленький. Много, да, других вещей есть, таких близких. Не знаю, не знаю, что можно сделать, но, наверное, как-то так. У вас были какие-то фильмы, когда вот, ну, вот, какое-то домашнее видео там в ресторане, как бы, еще что-то? Нет, мы никогда этим не увлекались. Там дома там застолье снимать? Нет, он снимал маленькую Женьку, там есть какие-то кадры, и все, и потом… Женя на видео есть, да? Ну, она вообще докрошечная. И потом, когда мы были в Израиле, уже не было… Вот удивительная тоже вещь, ты говоришь, там, про мистику, про какие-то случаи в жизни, да? Мы в Израиле, значит, в клинике, приехали в палату, и к нам прилетели друзья. Беретели друзья, мы накрыли там… Сашка заказал тушенки, черного хлеба, потому что, говорит, я это все жрать не могу, мне хочется чего-нибудь такой нормальной еды. И мы в палате накрываем, значит, стол, тушенка, хлеб, там, что-то это. Включаем… А, он говорит, ну, давайте там, типа, поднимаем бокалы. Он смотрит время 18-17. Это ровно то время, когда родилась Женя. Это в тот день, я вспомнил, 7 месяцев. Он говорит, слушай, ну не мистика, мистика. Поднимаем бокалы и включаем телевизор. Там идет футбол. И все выходят, играет локомотив… Они были в футболках Абдулла. И все выходят. А он говорит, а что это? И Саша Олейников говорит, слушай, говорит, это что, он подумал, что ты Олейников привез диск, и как бы, знаешь, там что-то смонтировал, как это засунул видеомагнитофон. Он говорит, я сам первый раз вижу. Понимаешь, что… Поддержку Абдулла вышли с футболками. Сашка сидит, у него вот так вот слезы текут. Он говорит, ну, я как-то один из первых раз вижу, Саша, да, там. Потому что, ну, конечно, это сильно эмоционально, да, когда тебя поддерживает вся страна. Такой был очень… такой трогательный момент, серьезный, да. Он потом, конечно, долго от этого не мог отойти, он под таким впечатлением от этого находился. Он говорит, кто это сделал, кто там это там, узнаете, он там… Ну, вот не знаю, кто это сделал. На Валдай он часто ее сделал? Да, ну, я же говорю, он затейник-то был большой, поэтому находил любые причины, чтобы куда-то что-то организовать, какой-то пионерский отряд, куда-то поехать с этим пионерским отрядом, что-то там замутить такое. Ну, затейник вот сейчас не стала Людмила Марковна Гурщенко, великая актриса, конечно. Я просто хочу вспомнить один момент, это, знаешь, когда у нее день рождения, и Саша говорит своему директору, да, говорит, слушай, надо что-нибудь такое, Люсе, приготовить какой-нибудь сюрприз. Значит так, заказывай подъемный кран, и вот ты представляешь, вечером подъемный кран, я в белом костюме с розами. И, короче, ну, типа, я говорю, Саша, ну ты нормальный человек, вот скажи мне, я говорю, человек может дома, в халате, понимаешь, а там какое-то чудо в окне появляется с цветами, понимаешь, я говорю, ну, во-первых, человек может от неожиданности инфаркт получить, да, ну, как бы, сюрпризы тоже должны быть такие. Нормальные. Нормальные, да. В общем, он долго как-то болел этой идеей, что вот обязательно, нет, надо что-нибудь такое-то экстраординарное, потому что он, конечно, любил что-то придумывать, потому что, чтобы жизнь-то не скучная была, понимаешь, чтобы движение какие-то были, сюрпризы какие-то были. Ну, видно, что вот взгляд такой у него очень такой живой, он как-то, вот думаешь, что он сейчас вытворит такое, интересно. Нет, ну, человек дня дома, он, нет, день, там, день-два еще как-то он так, это что-то там, это, вот это обязательно, кто-то вечером подъезжал, потому что, ну, как, нет, ну, человек, человек жизнь, жизнь. Ну, Саша, это воплощение такое в жизни, движение, постоянно. Ты говорила, он сильно изменил твою жизнь. А как ты изменила его жизнь? Ты что-то, ну, наверняка, ну, тоже, наверняка, значит, ты в него многое привнесла в эту жизнь, но как, ну, может, ты сама его чем-то, сама его как-то поменяла? Ну, мне так сложно о себе говорить, я, я Александр Второй, да, сложно о себе говорить, но я думаю, не знаю, и мне кажется, что, ну, он почувствовал, не знаю, покой. Он почувствовал какую-то уверенность, да, уверенность именно в каких-то, ну, в каких-то бытовых вопросах, да, он почувствовал, что у него есть дом, я так думаю. Ну, потому что мы сразу начали там что-то переделать, все перестраивать, все это, 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 и дом приобрел законченную, правильную форму. Такой был? Ну, было, Саша же, была дача. Какой-то дом для гостей, по-моему, там вот слева, а справа, верно? А справа там бабушка жила, да. Была дача, ему потом подарили бильярд, он достроил бильярдную, потом он бильярдную достроил в спальню, потом, ну, потом мы с ним познакомились, и я там уже появилась. Ты уже так, это все меняем, знаешь, так, это все так. Вот, потом нет, потом, значит, я забеременела, мы стали Женьке строить комнату, достроили там комнату, потом это, и дом стал прямоугольный, потому что был вот такой вот. Вот, и все, он говорит, ну, теперь как бы все. Ты в доме ничего не меняла после смерти? Нет, нет, зачем, нет. Мы поменяли, мы сделали там что-то там. Нет. А что менять-то? Это жизнь, это дом, это все, это Женька растет. Люди как-то пытаются там, ну... Да, там, он что-то вещи выбрасывает, там что-то отдать, что-то догонит, что ты творишь, надо быстро-быстро все это, все это куда-то, чего-то. Не знаю. Знаешь, если будет там какая-то у меня когда-то другая жизнь, наверное, это будет не в этом доме, безусловно, да, в каком-то другом доме. Ну, я не считаю, что на даче нужно что-то менять. Там Женька растет, она все это видит, это, ну, та атмосфера, в которой, как бы, она родилась, в которой она сейчас и живет. Не, ничего не хочу менять. Спасибо тебе огромное. Знаешь, я, я, честно, испытываю большое-большое счастье, потому что, мне кажется, это правильно, вот у журналистов, честно, есть три персоны, на самом деле. Вот, честно, не хочу показаться циничным, но три персоны, с которыми ты обязан сделать интервью. Ну, вот, раньше это было Алла Борисовна Пугачева, Филипп Киркоров, вот, сейчас, может, тебя это шокирует, есть еще Юлия Абдулова. И люди, я тебе объясню, когда говорят, вот, ходил интервью, интервью, я не хотел, чтобы это было, знаешь, как-то вот, галочкой, я сделал, нет, просто, мне хотелось, чтобы, на самом деле, ты получил какое-то удовольствие, хотя бы морально, от общения, и я тебе очень был благодарен за доверие, что ты доверилась, и как-то, ну, пришла, я не знаю, поняла. Ты знаешь, вот, дело в том, что, там, говорить о Саше, наверное, это можно бесконечно, если говорят об этом, там, там, много людей, каждый его по-своему любит, и все равно на первый план всегда выходит я, да, вот я сколько наблюдала, ну, не знаю, может, у меня это проскакивает иногда, потому что все всегда, как бы, себя с этим человеком отождествляешь, да, кого-то любишь, с кем-то, там, общался, жил, вот, и всегда выходит на первый план я, вот, я, а мы, а это, а это, вот, мне кажется, что, ну, как-то это неверно, понятно, что кому-то хочется узнать какие-то подробности личной жизни. Ну, я никогда не думал, что... Ну, не всегда, не всегда люди, как бы, бывают как-то объективны, иногда говорят какие-то вещи, которые, может быть, и не стоит говорить, но, вот, что касается каких-то тут великих, известных людей, понимаешь, хочется, чтобы меньше было частностей, а было только их творчество, потому что, собственно, за это их полюбили, и, да, поэтому их узнали, поэтому их любит вся страна. Когда я тебе звоню по телефону, когда я тебе звоню по телефону, у меня какой-то такой прям трепет, то я еще такой-то такой гост, какой-то такой, боевой такой, знаешь, серьезный, да. Да, боевой. Поэтому... Поснимайте микрофоны ваши, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!